Хайрликен Кадрлия Дуслар, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Салихов Радик Римович. Тема моего выступления – Советский Татарстан, генезис развития и трансформация. Речь пойдет об исторических корнях современной республики Татарстан, в которой вы на данный момент учитесь, живете. И прежде чем приступить к основной теме, мне хотелось бы сказать несколько слов, коротко, о государственности татарского народа, которая насчитывает тысячи лет, начиная от державы Хунну, тюркских каганатов, Великой Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, предки татарского народа всегда имели свою государственность. В 1552 году, после присоединения Казани к русскому государству, татарский народ на три столетия оказался в составе большой страны, в Содружестве народов. И именно исторические судьбы России стали уже неразделимы с историческими судьбами татарского и других народов, проживавших в Поволжье и при Урале. Итак, три столетия в составе России, в составе Казанской губернии с 1708 года татары не имели своих органов государственного представительства. Часто они были в положении национального меньшинства, но тем не менее, даже в этот период они сумели сохранить свою религию, национальную идентичность. Они оказывали большое влияние на экономическую и социальную жизнь российского государства. Но тем не менее, с XIX века, особенно в начале XX века, все сильнее стали раздаваться голоса о национальном самоопределении татарского народа, о признании его духовных, вероисповедальных прав, культурных прав. И все вот эти особенности, все эти требования, особенно ярко проявились в годы революционных событий 1917 года. Вообще, революция, она коренным образом изменила политический ландшафт страны. И это касалось, конечно же, и национальных окраин, когда развернулось мощное движение различных народов на национальное самоопределение. То же самое касалось и татар. В 1917 году прошло несколько съездов мусульман, мусульманского духовенства с целью определения, каким образом дальше нам жить мусульманам, тюркам, татарам в составе обновляющейся России. Какое место мы займем в этой стране. И доминировали две точки зрения. Одна точка зрения считала, что мусульмане должны жить в рамках национально-культурной автономии, то есть без отдельных территориальных образований. И вторая точка зрения, она касалась того, что уже ряд народов претендовали на создание собственных республик. И вплоть до 1920 года шла вот такая вот идеологическая борьба. Но, тем не менее, буржуазное представительство татар выступило с идеей создания Волжско-Уральских штатов или Эдель-Урал-штаты. То есть это такого федеративного государства, которое охватывало бы территорию по Волжье и при Урале, в котором бы проживали и русские татары, и другие народы. И эта идея, она охватила в большинстве своем всю интеллигенцию. Но большевистское правительство, желая перехватить инициативу, оно в 1919 году в противовес этой инициативе выдвинуло свою идею создания Татаро-Башкирской республики. Татаро-Башкирская республика, в принципе, территориально, она повторяла идею Эдель-Урал-штата, но главным отличием было идеологическое содержание. То есть большевики считали, что это должно быть государство рабочих и крестьян, а их оппоненты считали, что это должно быть государство либеральной демократии во главе с буржуазией. А у татар уже на тот момент сформировалась очень сильная буржуазия и развитая интеллигенция. Однако победа над Колчаком и такая особая дипломатическая политика советской власти на Урале способствовали тому, что в первой, в 1919 году, была создана башкирская автономия. И в результате этого идея создания Татаро-Башкирской республики, она потерпела фиаско, и татарские коммунисты вынуждены были уже размышлять и требовать создания отдельной татарской автономии. Вот на слайде видно эта знаменитая картина, где делегация татарского населения находится на приеме у Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина с просьбой предоставить им государственную автономию. На самом деле идея создания татарской автономии, то есть прообраза современного Татарстана, она была поддержана 26 января 1920 года на заседании Политбюро ЦК Российской коммунистической партии большевиков. С января по март велась активная организационная работа, которую возглавил Иосиф Сталин, она заключалась в том, что определялись границы будущей автономии, состав населения, национальный состав, экономическая составляющая будущей республики. И в марте 1920 года Ленин встретился с представительной делегацией татарских коммунистов, это были молодые люди, бывшие фронтовики, учителя, их было трое, это Мирсаид Султан Галеев, член президиума, значит, бюро коммунистической организации народов Востока, это специальная коммунистическая организация для татар и мусульман, созданная при РКПБ. Председатель этой организации Сахиб Гарай Саид Галеев и член президиума этой организации редактор печатного органа ИШЧ Бурхан Мансуров. И вот у них состоялся обстоятельный разговор, на котором татарские коммунисты просили Ленина все-таки сделать расширенную автономию, включив состав Татарстана и территорию западного Башкортостана вместе с городом Уфой. Но Ленин был категорически против, он считал, что татарский народ должен иметь свою автономию, а башкиры должны иметь свою автономию. Он исходил из права каждой нации на самоопределение в составе Советской России. Вот в итоге победила эта точка зрения, и вот эти три организатора Сахиб Гарай Саид Галеев, Бурхан Мансуров и Мирсаид Султан Галеев. Мирсаид Султан Галеев, кстати, это фигура международного масштаба, его идеи антиколониального социализма, исламского социализма, они впоследствии стали чрезвычайно популярными на Арабском Востоке, и многие партии, например, Арабского Востока, социалистические партии, они руководствовались в основном идеями Мирсаида Султан Галеева. И вот 27 мая 1920 года был издан декрет об образовании ТССР, который был подписан Лениным и Калининым. Что приобрели татары от этого декрета? Они, в принципе, территориально приобрели ту же самую территорию. Населения было чуть больше, однако полностью изменился национальный состав. Если в Казанской губернии русские составляли 38% населения, а татары 31%, то уже в Новой Республике этот паритет, уже 48% практически имели татары. То есть это стал доминирующим народом на этой территории, и большое количество чувашского населения получило свою автономию. Вот это парад в Казани. По случаю провозглашения Республики был большой праздник. Народ воспринял это все с воодушевлением, потому что это была возрождена государственность, о которой мечтали на протяжении столетий представители татар. Вот это уникальная государственность в составе России. Это полиэтническое государственное образование, где соблюдались права всех народов. Это, вот оно, первое правительство ТССР. Видите, это обычные люди, отставные солдаты, учителя, общественные деятели. Мирсаид Султангалеев это главный идеолог создания Татарской Республики. К сожалению, его судьба печальна. Он в числе первых стал жертвой репрессии уже в 1524 году. Войдя в противоречие с линией партии по национальному вопросу, он был арестован, изгнан из партии. Вся его последующая жизнь прошла в тюрьмах, и он был расстрелян по разным данным в 1938 или в 1941 году в Саратовской области. Мне бы хотелось сказать, что на начальном этапе молодого советского Татарстана, а этот этап можно начать с 1920 года по 1925 год, были очень радужные надежды на возрождение народа, на возрождение республики. В этот период была создана многоукладная экономика в соответствии с новой экономической политикой Ленина. Практически вся торговля и промышленность имела частный характер, поэтому буквально за 1-2 года были преодолены последствия жуткого голода в 1921 году, хозяйственные разрухи. и вот это правительство Кашафа Мухтарова, который возглавил Татарстан, татарское правительство в 1921 году, удалось создать очень сильную финансовую систему, налоговую систему, и фактически ТССР превратилась в такой самодостаточный регион в составе Российской Федеративной Республики, которая, в общем-то, во многом за счет своих средств реализовывала основные направления социальной политики в Татарстане. И уже в тот период руководители Татарстана активно отстаивали права республики в федеральном центре, они требовали равных прав, распределения финансовых субвенций, они просили льгот, они стремились к тому, чтобы Татарстан был тем регионом, который был бы на особым счету у центрального правительства. Однако вот эти поползновения, как считали, к сепаратизму, экономическому сепаратизму, очень жестко пресекались в центре, и можно сказать, что все руководители Татарстана всех ветвей власти и коммунисты, и Центрального исполнительного комитета, и Совета народных комиссаров были репрессированы. Практически все. Из десяти человек, может быть, осталось двое в живых, и то случайно. Все это происходило из-за того, что эти руководители стояли на страже интересов региона и пытались сформировать собственную политику в ней. Новый этап в жизни республики, да и всей страны, начинается с декабря 1925 года, с 14-го съезда РКПБ, когда был взят курс в стране на индустриализацию. На индустриализацию. А через два года, в декабре 1927 года, прошел 15-й съезд ЦК РКПБ, который уже взял курс на коллективизацию сельского хозяйства. Татарстан был аграрным регионом, практически промышленности не было, это была сельская республика, и, конечно, вот эти реформы, которые затеяла центральная коммунистическая власть, они оказали очень серьезное историческое воздействие на наш регион и на наш народ. Вот с 1930 года по 1937 год в Татарстане было построено больше ста промышленных предприятий. Это колоссальная цифра, потому что в этот же период сформировалось сразу несколько отраслей промышленности, в том числе и тяжелой индустрии, то есть это машиностроение, авиастроение, это химическая и нефтехимическая промышленность, это оборонная промышленность и многое-многое другое. Вот тут список есть, он очень небольшой. В результате к концу первой пятилетки в 1937 году три четверти продукции промышленности, три четверти продукции экономики республики относились к промышленности, то есть Татарстан выполнил одно из требований вот этого марксистско-ленинского учения, когда он превратился из страны, из региона завозящего оборудования в регион производящего оборудования. То есть вот этот первый и важный этап индустриализации был пройден. Но за счет чего? В литературе известно, что индустриализация осуществлялась за счет в том числе и нещадной эксплуатации российской деревни. В Татарстане произошло именно то же самое. А как уже сказал, да, вот значит коллективизация проходила очень тяжело, именно в Татарстане очень тяжело проходила, потому что народ не хотел вступать в коллективное хозяйство. Это понятно, потому что татарская деревня по большинству своем она была предпринимательской деревней, и в ней было очень много богатых крестьян, зажиточных крестьян, которые помимо сельхозпроизводства занимались еще и торговлей активно. То есть они обладали серьезными капиталами, и, конечно же, вот коллективизация, она поначалу была воспринята в штыке. Тем более, что власти республики пытались перед центром показать себя передовиками и буквально насильно начали загонять людей в колхозы. Буквально за год было 90% населения коллективизировано, и в итоге начались волнения, начался саботаж, в свою очередь власть начала репрессивные действия по отношению к этому зажиточному классу крестьянства. Под удар попало духовенство, мусульманское и богатые крестьяне-предприниматели так называемые кулаки. Было значит уничтожено 14 тысяч зажиточных хозяйств и репрессировано выслано за пределы ТССР 40 тысяч человек. То есть это вот эти крестьяне вместе с членами их семей. Высылались в основном в регион Дальнего Востока и за Урал. Известно, например, что город Магнитогорск и крупный Магнитогорский комбинат он был в основном построен за счет как раз высланного вперед коллективизации татарского населения. Выходит затем статья Сталина «Головокружение от успехов», где уже центральная большевистская власть признала, что при коллективизации были совершены очень большие перегибы и началась несколько иная политика по отношению. Она мягкая либеральная политика, в село стали поступать деньги, в село стала поступать техника, туда отправились так называемые 25-тысячники, это идейные рабочие, которые помогали крестьянам организовываться в сельские хозяйства, начал поступать семенной фонд, и эти директивные принуждения вступать в колхозы было отменено, и это дало очень мощный эффект, уже вступление в колхозы стало делом добровольным, и вот мы видим, что в 1334 году уже практически все население было коллективизовано, но мало того, колхозы, республики дали рекордные урожаи, 10 центнеров с гектара, то есть таких урожаев никогда не было в Казанской губернии, и Татарская СССР первой, одной из первых в стране получила главную награду Советского Союза Орден Ленина именно за успехи сельскохозяйственной компании. Вот тут в качестве примера Киям Олимбекович Абрамов это простой татарский парень, который родился в татарской деревне в Будинском уезде, он не имел образования никакого, он всему учился сам, и с 1930-1937 годов он возглавлял Совет народных комиссаров ТССР, то есть это кабинет министров или совет министров, он проявил себя как блестящий организатор, именно в этот период прошли главные волны коллективизации и индустриализации и Киям Олимбекович именно за счет своей энергии, своих знаний, он днями и ночами проводил время на стройках, и вот ему удалось провести блестящую эту операцию, и республика Татарстан, она к 1937 году уже была одним из самых передовых регионов не только РСФСР, но и всего Советского Союза. И Абрамов, он был награжден орденом Ленина в 1935 году за выдающиеся успехи, а в 1937 году был расстрелян. Вот такая судьба этого человека, и мы вот видим тут политические репрессии 1937 года, потому что вот в 1937 году казалось бы социализм победил, завершены основные главные проекты сталинской эпохи, коллективизация, индустриализация, была принята Конституция СССР, и в Татарстане была принята первая Конституция. Кстати, в 1926 году в Татарстане была принята своя Конституция, но она не была утверждена в Москве Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, так как в ней, в этой Конституции слишком большой крен делался на самостоятельность региона. В 1937 году уже мы этого не видим, Конституция Татарстана, она была полностью выхолощена, и один из главных постулатов этой Конституции, что вся собственность республики, все ее ресурсы уже относятся не к компетенции региона, а к компетенции центральной власти. То есть, по сути, это была такая формальная автономия, это был бесправный регион, который ничем своим собственным не обладал. Ну и вот, как и по всей стране, тут были репрессии, но для татар это было особенно болезненно, потому что были выкашены яркие кадры национальной интеллигенции, как я уже говорил, практически все талантливые управленческие кадры 20-30-х годов были уничтожены, и по сути, с 1937 года уже Татарстан начал новую историю. Одним из ярких достижений этого времени, конечно, было появление, формирование новой советской татарской интеллигенции. То есть, у татар появилась собственная профессиональная музыка, ее яркий представитель это композитор Салих Сайдашев, а потом Азиб Жиганов, появилась профессиональная литература, поэзия, ее яркими представителями являлись Хасан Туфан, Сегас Хаким, Уса Джалиль, театр, переживал свой рассвет, и родоначальником театра был советского театра, его можно назвать Карим Тинчурин, они вместе с Сайдашевым, с Алихом Сайдашевым создали жанр музыкальной драмы, который до сих пор очень популярен. Ну вот из этого списка большинство, значит, ну, Хасан Туфан был репрессирован, Карим Тинчурин был репрессирован, Баки Урманче был репрессирован, это наш художник, то есть каждого, не миновала эта стезя. Новый период в истории Татарстана это Великая Отечественная война. Бои не шли на территории республики, но Татарстан стал важнейшей тыловой базой обороняющейся Красной Армии и наступающей Красной Армии. Это понятно, потому что, как я уже сказал, уже доминирующим сектором экономики в 30-е годы стала индустрия в республике. И сюда не случайно перемещались эвакуированные предприятия военные из Москвы, Ленинграда, Украины и других городов. И именно в Казани стали создаваться крупные авиационные комплексы, заводы по производству стрелкового вооружения, артиллерийского вооружения. И именно здесь уже стали разрабатывать оружие нового типа, это ракетное оружие. И по сути вся республика, она работала на оборону, народ жил тяжело, но именно вооружение, которое поступало из Татарстана, оно сыграло большую роль в победах советской армии. И мы видим, вот 7 стрелковых подразделений было сформировано из жителей Татарстана. из 700 тысяч молодых людей было призвано на фронты, из них ровно половина не вернулась с полей сражений. То есть можно сказать, что Татарстан воевал, он тоже воевал и понес очень большие потери в этой войне. Более 200 тысяч татарстанцев награждены орденами и медалями, 225 удостоены золотой звезды Героя Советского Союза и 50 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Вот эти герои. Тут есть женщина Маргова Сертланова, знаменитая летчица Гроза. Тут есть и Мусаджали, и летчик Девятаев, знаменитые, многие другие, то есть люди разных национальностей. Амусаджалили это вообще стал символом подвига всего советского народа в победе над фашизмом, в стойкости советского народа, потому что вот эти знаменитые маабитские тетради это вообще ярчайший образец патриотической поэзии, и мы гордимся, что он представитель нашего народа и представитель нашей республики. После окончания войны, пожалуй, начинается один из самых ярких таких, один из самых энергичных этапов в жизни Татарстана, это восстановление народного хозяйства после войны, переход на мирные рельсы и модернизация экономики. Огромную роль здесь сыграло то, что в начале 40-х годов в Татарстане были обнаружены большие залежи нефти. И именно развитие нефтяной промышленности стало главным локомотивом модернизации Татарской автономной Советско-Социалистической республики. Были обнаружены крупные месторождения, которых вообще не было равных. И я вот забегая вперед скажу, что к 1771 году Татарстан добыл 1 миллиард тонн нефти, а к 1881 году второй миллиард тонн нефти. это колоссальные цифры, которые просто, если бы такие объемы добывались в условиях свободной рыночной экономики, то понятно, что регион бы озолотился наподобие арабских стран, обладающих такими же запасами. Но, увы, этого не произошло, так как, наверное, во многом благодаря вот такому усеченному статусу автономии. Так вот, именно эта нефтедобыча, она способствовала развитию нефтехимии. В Казани начали строить большой комбинат органического синтеза в 1559 году. В 1561 году на Каме заложили город нефтехимиков Нижнекамск. Также был построен большой комбинат. И все это способствовало тому, что республика неуклонно начала урбанизироваться. Весь юго-восток Татарстана, где шла нефтедобыча, там возникли крупные города Альметьевск, Лениногорск, старые города получили развитие Бугульма, очень много рабочих поселков. И таким образом сформировалось несколько территориально-промышленных комплексов мощных. Это Нижнекамский территориально-промышленный комплекс Казанский. И говорится, таким уже завершающим аккордом явилось строительство автомобильного гиганта в 1969 году на берегах Камы, как раз недалеко от Елабуги, завода КамАЗ. И благодаря вот этому мощному индустриальному рывку Татарстан стал наверно одним из самых индустриальных регионов Советского Союза. А Советский Союз это, конечно, мощнейшая держава того времени и она, конечно, опиралась своей мощью на развитую промышленность. в этот же период вот эти новые возможности, новые ресурсы, новый имидж республики, он, конечно, не соответствовал той усеченной автономии, которая была в тот момент. Это, конечно, вызывало бурные протесты общественности и особо возмущало, например, татарскую интеллигенцию, то, что в этот же период стали ограничиваться преподавание татарского языка в школах. Да и что тут греха таить? Школы начали закрываться в массовом порядке. На всю Казань существовала только одна татарская школа. Не работали культовые здания, то есть люди не могли отправлять свои духовные требования, обряды. Слабо развивалась литература, слабо развивалась культура, именно был очень жесткий идеологический пресс. То есть да, книги выпускались, выходили литературные журналы, но большая часть наследия литературного по идеологическим причинам была запрещена. И вот эти все ограничения при бурном развитии одновременной республики, они входили в противоречие с этим и вызывали протесты. Неоднократно выходили на руководство республики и даже руководство республики пыталось обратиться в центральную власть к тому, чтобы автономный статус Татарстана сменить на статус союзной республики. То есть население уже считало, что они ничем не хуже Узбекистана, ничем не хуже Украины, Молдовы, Белоруссии, что они тоже имеют право на такой же статус, на свою академию наук, на свои самостоятельные договоры с экономическими партнерами за рубежом и многими другими привилегиями. Но, к сожалению, при том, при всем, что республика много строила, ей принадлежало всего 5% имущества. Вот это реальность того времени. И люди простые, мы многие это застали, я даже это застал, что тотальный дефицит, нехватка продуктов питания и это в успешном регионе. Вот такое противоречие. Вот КамАЗ. Да, награды в 70-м году орден Октябрьской революции, в 72-м орден Дружбы народов, это большие награды за большой труд неустанное население Татарстана. Наступают годы перестройки. Это новая революционная ситуация после 120-го года. И здесь советский Татарстан переживает период трансформации. Наконец-то были услышаны требования общественности и наконец-то объективная реальность стала меняющейся действительности. В этот период провозглашается декларация о государственном суверенитете Татарской республики 30-го августа 1990-го года. Там один из главных пунктов это то, что вся собственность и недра республики, все, что есть в республике принадлежит ее народу. То есть это кардинальный пункт. Тут же отмечено равноправие всех народов, ответственность за судьбы и так далее и тому подобное. Очень небольшой документ, но он исторический. В 1991-м году самостоятельность после принятия декларации о государственной самостоятельности о суверенитете в Татарстане вводится должность президента. И первым президентом Татарстана становится Ментимир Шарипович Шаймеев, выдающаяся историческая фигура нашего времени. Именно под его началом Татарстан в 90-е годы разработал собственную модель, она называется модель Татарстана, она уже в науке апробирована. Это ответственная социальная политика, то есть вот эта борьба против так называемой шоковой терапии, мягкое вхождение в рынок, это учет интересов всего многонационального населения Татарстана и в то же время стимулирование развития татарской культуры, татарского языка. Действительно в тот период вся республика переживала подъем. Эмоциональный подъем, духовный подъем, много строилось, вообще жизнь менялась, конечно. в 1992 году вообще прошел референдум о статусе Татарстана. Очень горячее было время и там был вопрос, считаете ли вы, что Татарстан является суверенным государством, субъектом международного права. И большинство проголосовавших, больше 60% поддержали на референдуме вот эту точку зрения. И уже по итогам референдума в ноябре 1992 года была принята конституция республики Татарстан, которая закрепляла статус, новый статус, трансформированный статус. Почему трансформация, все же новый Татарстан возник на базе достижений советского Татарстана, на базе вот той промышленности, которая была, интеллигенции, сельского хозяйства. Вот основная политика это Содружество народов, первый съезд народов Татарстана была создана, значит, в 2005 году было отмечено тысячелетие города Казани, и можно сказать, что вот эта дата, она стала отправной тоже в новом развитии нашей республики, потому что от Казани уже узнал весь мир, вся страна, и можно сказать, началась новая эпоха. Эта эпоха, она логично подошла к тому, что в 2010 году постпрезидента Татарстана был избран Рустам Нургалевич Миниханов, он долгое время работал руководителем кабинета министров при Ментимир Шариповиче Шаймееве, то есть этот дуэт он и остался в принципе, и вот Рустам Нургалевич Миниханов, он достойно продолжил традиции Шаймеева, но упор был уже сделан на инновационную экономику, на создание новых рабочих мест, на дальнейшее промышленное развитие, вот тут рядом с Алабугой свободная экономическая зона Алабуга, она является самой успешной в России, и она является одним из факторов экономического развития вообще республики нашей. Вообще вот в последние годы не бывает дня, чтобы в Татарстане не открывалось новое промышленное предприятие. И ни разу еще, даже при общих кризисных явлениях, ни разу в Татарстане не замедлялся экономический рост. Даже если где-то он шел в минус, у нас он всегда идет в плюсе. Это в основном вот благодаря продуманной экономической социальной политике нашего руководства и той инфраструктуре, которая была создана как в советское время, так и сегодня. Вот подтверждением успешной политики то, что в 15-20-х годах Вениханов был вновь избран большинством голосов на пост президента республики. Вот современный Татарстан это и экономика и города будущего, Иннополис, это и развитое сельское хозяйство, культура. Ну и конечно же новый этап, новую жизнь переживает отношения с федеральным центром, несмотря на то, что происходит унификация законодательства, несмотря на то, что есть определенные сложности и в финансовой сфере, тем не менее, при целенаправленной поддержке федерального центра Татарстан имеет возможность и дальше развиваться, потому что на данный момент одним из факторов развития Татарстана является 40 государственных программ, которые реализуются как в социальной сфере, так и в экономике, а также так называемые национальные проекты, госпрограммы усилены этими национальными проектами, и вы сами видите, как выглядит столица республики Казань, какой она была 15-20 лет назад, и как это настоящий уже мегаполис самого современного образца это настоящий столичный город, который восхищает нас и наследием, и современным развитием. Все это, конечно же, является достижениями вот этой преемственности, традиций, которые были заложены еще в 20-х годах первыми татарскими руководителями, их коллегами, русскими руководителями, и вот этот столетний период, который мы отметили в прошлом году, он показывает, что при грамотной политике, интернациональной политике, социальной, возможно народу, обладающему автономным статусом, добиться впечатляющих успехов. Я считаю, что у нашего народа и у нашей республики очень хорошие перспективы, большие планы в составе большой многонациональной России. Я уверен, Татарстан будет процветать и дальше. вот, в принципе, коротко о столетней истории республики. Спасибо. Радик, Игорь Иванович, спасибо большое. Я думаю, будут в зале вопросы тоже, потому что тема действительно очень значима для нас. Пожалуйста. Да, у нас есть вопрос у студентов. Большое спасибо за интереснейшую лекцию. у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот в момент образования Татарской Республики как раз-таки в 20 веке какой фактор все-таки больше сыграл? Это все-таки роль ислама как государство образующего фактора? Или же это роль все-таки национального самосознания татарского народа, татарской интеллигенции, успехи вот в культуре татарской? Спасибо. Спасибо. Ну, безусловно, тут множество факторов сыграло свою роль, объединяющих и вдохновляющих людей на создание своей республики, и в том числе исламский фактор, он тогда был очень силен, потому что население было религиозным, но у татар же в тот период доминировало джадидское направление в исламе, особенно среди интеллигенции. И вот эти наши идеологи и первые наши государственные руководители, они, конечно же, во многом были верующими людьми. Это был такой странный симбиоз веры и в то же время коммунистического мировоззрения, которое, казалось бы, отвергало любую религию. Но нет, у татар религия и коммунистические воззрения, они в тот период шли совместно, во многом благодаря этому была выработана идеология исламского социализма. Оттуда она идет. Да, вот этот весь комплекс факторов сыграл свою роль и национальной, и религиозной. есть у нас, да. Доцент Негомаев Альберт Фарч, уважаемый Радик Римович, у меня вопрос такой, он касается первых наиболее активных создателей республики, это Саида Султангалеева и Сахиб Кирея Саидгалеева. Одного, вот исторически сложилось так, одного из них мы считаем политическим гением, создателем, идеологом восточного коммунизма, а второго сейчас называем политическим ренегатом, как в то время называли, да. У меня вот вопрос касается оценки вот второго роль Саида Галеева и можно ли считать приход власти в 21-м году правительства Кашафа Мухтарова возвращением политики Мирсайда Галеева, то есть победой сторонников Мирсайда Галеева в Татарстане. Это один вопрос. И такой легенький вопрос. Как вы думаете, почему огромный Казахстан, где каждый из 16 областей больше, чем современный Татарстан, послал на фронт меньше людей, чем маленький Татарстан. Татарстан послал 692 тысячи, Казахстан 688? Вопрос. Спасибо. Сахим Гарай, Саид Галеев, о котором вы говорите, да, это человек, который сыграл определяющую роль в создании ТССР, потому что он был любимцем Ленина в тот период. Ему на то время было где-то около чуть более чем 20 лет. Это был молодой парень, который отслужил в армии. В принципе, воодушевлен был идеями социализма, идейный большевик. И, конечно же, он не питал сантиментов, например, достижения каких-то целей больших. Он являлся первым председателем Совета народных комиссаров молодой республики. он был руководителем революционного комитета, то есть организацией, которая проводила весь комплекс мероприятий по созданию ТССР. И казалось бы, что он будет 10, 15, 20 лет еще возглавлять Татарстан, опираясь на свой авторитет, опираясь на авторитет Ленина. Но случилось следующее, что он слишком рьяно бросился исполнять планы по продразверстке в 21-м году. Продразверстка, знаете, это когда насильственным путем экспропирировали все семенные остатки в деревнях, по сути, обрекая село на голод, а вот этот хлеб передавался в города, в армию. И как раз мы знаем, что в 1921 году все по Волжье было охвачено страшным голодом. Татарстан здесь не исключение. И население республики, в первую очередь сами соратники Саидгалеева считали, что одним из главных причин вот этого голода в Татарстане была политика этого Саидгалеева, который рьяно ее исполнял, хотя мог бы и, конечно же, вести более гибкую политику. И он, проработав только год, был перемещен в Крым на должность председателя Совета народных комиссаров, и он был перемещен в том числе и по решению Сталина, потому что Сталин тоже понял, что вот это руководство такое, оно может привести к большим проблемам, в том числе народным волнениям. То, что победила точка зрения его вечного оппонента, Мирсаида Султангалеева, этого отца исламского социализма, вот этого идеолога, да, он ни разу не возглавлял Татарстан, но он постоянно, живя в Москве, влиял на процессы, которые происходили в партийной организации республики, стремился расставить там своих людей, да, Кашав Мухтаров, это второй председатель Совета народных комиссаров, он был сподвижником Султангалеева, и во многом он реализовывал, конечно, вот эти национальные цели, то есть это политика коренизации, перевод делопроизводства на татарский язык, перевод работы госслужащих на татарский язык, в 21-м году татарский язык был объявлен государственным языком республики татарской автономии, то есть именно в этот период производилось переселение татарских деревень на берега больших рек, то есть это было восстановление исторической справедливости, много символических мероприятий проходило, была построена закабанная мечеть в Казани, все это было такой своеобразной политикой реванша на фоне ортодоксального коммунистического подхода Саид Галеева, вот этот период с 1921 по 1924 и 1925 годы, мы видим ренессанс не ортодоксального, а национального коммунизма, татарского, их называли национал-коммунистами, то есть вот такое патриотическое правительство пришло, которое жило идеями социализма, большевики, мы видим, что и эта политика потерпела крах, после того, как был свернут НЭП в стране, началась индустриализация и коллективизация, то центральная власть жесткой рукой прекратила вот эту войницу, и все достижения вот этого национального правительства 1921-1924 годов, они были попросту уничтожены под корень. Что касается второго вопроса, ну, мне кажется, каждая республика, каждый регион, каждая область, они дали фронту столько, сколько смогли, конечно, столько, сколько смогли, кто чем обладал, то и дал, но надо же понимать, что татары это вообще военный народ, татары это военный народ с глубины веков, и даже в составе русского государства большинство татар входило в служилые сословия, это были войны, охранявшие границы, участвующие в военных походах. Поэтому, мне кажется, тут и патриотизм, и призвание, и традиции многовековые сыграли роль, почему небольшой Татарстан автономия дала фронту, в общем-то, сравнивая с союзной республикой Казахстан такое количество солдат. комплекс. Еще вопросы будут у нас? Да, еще у студентов есть вопросы. Хотел бы такой вопрос задать. Вот, что бы вы посоветовали посетить в Татарстане иностранным студентам, чтобы понять культуру и вообще какие достопримечательности посетить в Татарстане иногородним иностранным студентам? Ну, уже вот вы посетили, вы уже в достопримечательности находитесь в здании Елабужского института, это епархиальное училище, и вообще в городе Елабуге. Елабуга это жемчужина Татарстана, которая, в общем-то, такой является квитенсенцией нашего наследия республиканского. Есть столицы Татарстана в Казани, конечно же, вы посетите обязательно Казанский Кремль, комплекс Казанского Кремля, который входит в ЮНЕСКО, посетите комплекс Старо-Татарской Слободы, прекрасный, отреставрированный, где находится старейшая мечеть города Казани 1768 года постройки, которая была построена с личного разрешения Екатерины Второй. Я бы вам посоветовал все-таки посетить наши ведущие музеи, национальный музей республики Татарстан. И, конечно же, было бы правильно, если бы вы нашли время, кроме, например, посещения острова Града Свиярск или прекрасного нашего Булгара, в котором история Иосской Булгарии, Золотой Орды, все там уже тоже представлено, вы бы нашли бы время, посетили татарскую деревню, обычную татарскую деревню, где живут простые люди, например, деревню Крылай, где находится замечательный музей нашего народного поэта Габдулы Тукая. В этом музее воссоздана вся атмосфера татарского дома, жилища, жизнь вообще. Можно посетить и какой-нибудь из русских деревень, тоже посмотреть, как в Татарстане живут и русские, и другие народы. То есть, в принципе, если человек интересуется историей, он, конечно же, найдет те точки, где восполнить знания свои. Благодарим Радик Римович, что вы нашли возможность выступить в нашей зимней исторической школе. Благодарим вас за это. Поблагодарим пожалуйста лектора. Спасибо большое. Спасибо.